Ага, поехали! Вдруги взяла изначально взять малыша, потом уже пойти дальше, вернулась, он все так же ждал меня Мама пока ухаживала за ним, не знала, что делать и искала, чем кормить Ну, я еще со школьной программы помню, что стрижения вообще насекомоядные Зашла в зоомагазин, мне порекомендовали первым делом покормить его гомарусами Это что-то подобное, ну, креветок Первым делом кормила тараканами, а потом уже перешли на сверчки Если вы вдруг обнаружили на земле упавшего стрижа, то ни в коем случае не совершайте следующих ошибок Когда находят стрижа, самая частная ошибка, это когда подбрасывают птицу Стриж – это птица небесная, буквально, она никогда на землю не садится Она живет в домах под крышами, они там строят гнезда в дикой природе, в горах Никогда нельзя подкидывать стрижа, то есть первым делом нужно осмотреть птицу Обратиться в группу, прислать фотографию и желательно видео описать все подробности Еще частая ошибка, это как раз таки вот моя ошибка, потому что я кормила птенца неправильным кормом Сначала давали детское питание, говяжье пюре и кормили гомарусами В небе, кстати говоря, стрижи способны выполнять фигуры наивысшего пилотажа Это достигается благодаря их особенной способности Их левое и правое крыло могут порхать с разной частотой Благодаря этому они могут догонять насекомых и делать атаку с разворота Я даже не представляю, как им может быть грустно от того, что они больше никогда не смогут летать Я состою в группе стрижи Самара, ВКонтакте уже 2 года как Там сейчас собралось 420 участников Там получается несколько специалистов Это как раз тоже пришлось на программу, это один наш специалист, Галина И еще одна, она уже специалист по полноценному лечению То есть Галина по уходу, а другой специалист уже по лечению Сейчас у меня четверо стрижей, двоих я сама нашла И двоих еще мне принесли, вот те люди, которые не могли за ними ухаживать, а дали мне Сейчас также их выхаживаю Сейчас как раз-таки будет уже следующий сезон, когда мы будем находить и птенцов, и ЧМТ, взрослых стрижей Буду тоже периодически их брать, но оставлять уже не буду Уход первым делом это кормежка 3-4 раза в день Я кормлю чисто с фричками, замороженную кормлю, заказываю И прописывают им витамины, это вот теамины Желательно, чтобы не российское производство было, а именно вот Ереван и Беларусь Гнездо они сами делают, то есть вот мы им покупаем домики для хомяков, мягкие домики Но они там сами устраивают, как им нужно Могут поверх домика сесть, могут внутрь залезть, ну как им удобно Как говорят организаторы группы Стрижи Самара Если вы хотя бы один раз взглянете в эти маленькие птичьи глазки Вы полюбите их навсегда Ответственность за них появляется, то есть вот как с первого начала САО, так и продолжила Чисто из любви к ним, я люблю их и все, поэтому ухаживаю Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова